Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. Вашему вниманию предлагается курс по Google Analytics. С 1 июля 23 года поддержка Universal Analytics предыдущей версии аналитики прекращается. Данные в нее поступать больше не будут и хотя я думаю, что все уже перешли на Google Analytics 4, я все равно решил сделать курс. Потому что перейти на новую аналитику несложно, а вот разобраться с ней под силу не каждому. Как всегда буду краток и постараюсь рассказать только про самое важное, а именно, как собственно правильно перейти из Universal Analytics на Google Analytics 4. Этим мы займемся прямо сейчас. Те, кто уже перешли, могут сразу перепрыгивать на третий урок, где мы начнем разбираться с событиями. Собственно главной фишкой ГА4, ради которой, на мой взгляд, и затевался весь сыр-бор с переходом на новую модель сбора статистики. Поэтому про события я буду рассказывать много, целых три урока. Даже три с половиной, потому что в шестом уроке мы поговорим о конверсиях. Но конверсии это по сути те же события, просто более значимые для вас. В седьмом уроке мы разберемся с аудиториями, а в восьмом с фильтрацией и сегментированием на уровне отчетов. Вообще фильтрация и сегментирование это базовый уровень. То, с чего начинают пользователи аналитики и, к сожалению, чаще всего этим и заканчивают. Я, честно говоря, специально переставил начало в конец, в надежде, что вы посмотрите предыдущие уроки. Вообще события пронизывают все процессы в Google Analytics. Без понимания и умения их настраивать можно обойтись, но с ними проще. И они дают вам куда больше возможностей, в том числе фильтрации и сегментирования на уровне отчетов. А закончим мы курс с девятым уроком, где разберемся с раздачей прав и выясним, где в новой аналитике посмотреть, по каким поисковым запросам пользователи переходили на сайт. Это оказывается непросто. Ну а пока приступим к переезду. Итак, что касается перехода с Universal Analytics на Google Analytics 4. Он не прост, но и не так сложен. Вот такое вот угрожающее сообщение висит у вас всякий раз при заходе в Google Analytics. Вы всякий раз нажимаете нет. Но пора уже это сделать и если нет, вы уже нажали, можно нажать на начать перенос отсюда. Я хочу создать новый ресурс. Еще есть возможность связать новый ресурс с уже существующим ресурсом Google Analytics 4, но у меня его нет, да и у вас, я думаю, поэтому начать работу. Эта галочка связана с использованием G-тег, глобального тега, но мы его не используем, а делаем все через Google Tag Manager, поэтому протестировать, что происходит с ней, что без нее, я не смог. Но галочку поставил. Ну и все. Собственно, G4 в вашем аккаунте есть, но пока она не собирает данные. Это ассистент настройки. Он призван вам помочь и, кстати, действительно помогает. И первым пунктом ассистент пишет, что сбор данных не начат. Нажатие на кнопку задачи выполнено, ситуацию не изменит. Это, кстати, они смешно придумали. Галочку поставил, вроде все должно заработать. Но нет. Потоки данных неактивны. Для того, чтобы их активировать, нужно зайти на потоки, выбрать существующий и единственное, что нам здесь нужно, это идентификатор потока. Копируем и идем в Google Tag Manager, поскольку теперь нам нужно добавить код новой аналитики на сайт. И я настоятельно рекомендую использовать для этого именно Google Tag Manager. У меня есть очень старый скринкаст по нему, но вроде с тех пор ничего не поменялось. Ссылка в описании. Добавляем новый тег. Тут не перепутайте, вам нужна именно конфигурация G4, а не события. Триггер все страницы All Pages. Делаю быстро, ничего не объясняя, потому что есть скринкаст по Google Tag Manager. Посмотрите, там все понятно. И сохранить. А, ну да, собственно главное. Идентификатор потока. Это считай, что логин. Напомню, взяли мы его здесь. И вот теперь все. Сохранить и отправить. То есть опубликовать. Все. Теперь аналитика добавлена на сайт. Можно посмотреть в тегах на всякий случай. Да, вот. Минуту назад добавлено. Теперь, к сожалению, вам придется ждать. Сбор данных начинается не сразу. Разработчики запрашивают на это 48 часов. У меня прошло не меньше восьми, но и не больше суток. Точно сказать не могу, но чтобы не ждать впустую, лучше еще раз перепроверить, работает ли тег, вдруг вы в чем-то ошиблись. Вот тут предварительный просмотр, адрес вашего сайта и коннект. Вот тег старой аналитики, а вот новый. Все срабатывает. Будем ждать. Вообще готовьтесь к тому, что многие процессы в Google Analytics 4 требуют времени на активацию. Обычно не больше суток. Я буду предупреждать всякий раз, но просто запомните, как правило, если что-то не заработало, возможно, нужно просто подождать.